Стас Шистрев Стас Шистрев в заключительный этап всероссийского конкурса вышел с весомым перевесом. На региональном этапе в ходе онлайн-голосования на официальном сайте Управления МВД по Нинецкому округу получил 76 из 194 голосов. В органах внутренних дел Стас Шистрев работает уже более пяти лет. Из них три года в Нинецком округе. Сейчас полицейский следит за порядком на административном участке номер 28. Это территория Южарского сельсовета, куда входят поселки Каратайка и Варник. За время службы на вверенном ему участке выявил 90 правонарушений. На его административном участке в случае совершения административного правонарушения либо преступлений он всегда в курсе всех происшествий на своем участке. Всегда ответственно относится к исполнению своих служебных обязанностей. Всегда выполняет их в срок. Коллеги говорят о финалисте всероссийского конкурса не только как о хорошем сотруднике. Он зарекомендовал себя как хороший товарищ, на которого всегда можно было положиться. Поэтому только положительное. Хороший сотрудник, коллега, надежный товарищ. Есть что сказать о своем участковом и в поселке Каратайка. Там Стаса Шистрева любят и уважают. Ну что я могу сказать про нашего участкового Стаса Игоревича Шистрева. Вот, во-первых, самая такая черта у него, да, легкий на подъем. Еще такая отличительная черта. Неравнодушный. Любое время дня и суток там может подняться спокойно, без всяких загвоздок. И только время пребывания, когда приехал он такой, да, он уже со всеми перезнакомился, со многим нашел общий язык. И да, подход к каждому человеку. Будь он там правонарушитель или законопослушный гражданинец. Жители Ненецкого округа могут помочь нашему полицейскому стать лучшим в стране и получить почетное звание «Народный участковый». Проголосовать за Стаса Шистрева можно на сайте «Комсомольской правды». Всего в конкурсе участвует 83 полицейских. Анкеты российских участковых можно посмотреть, пройдя по ссылке «Личное дело». Победителем станет участковая полномочная полиция с наивысшим индексом доверия граждан, который подсчитывается, исходя из соотношения количества проголосовавших за конкретного участника и общего числа граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации. Каждый финалист будет награжден почетной грамотой «МВД России». А главным призом станет автомобиль «Лада Гранта», который вручит официальный представитель «АвтоВАЗа». Награждение победителей запланировано на 17 ноября – день образования службы участковых и полномочных органов внутренних дел.